Савоярди или дамские пальчики? И почему считается, что это печенье похоже на пальчики, тем более на дамские? Всем привет! С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите Кулинарную пропаганду. Давненько не брал я в руки шашек. Ну, вернее, давно не показывал вам ничего сладкого. Однако сто лет назад я уже обещал снять ролик про популярный итальянский десерт термису. Я уже собрался был его снимать, но подумал, в этом десерте используются те самые савоярди. И если в крупных городах нет особенной проблемы купить те самые дамские пальчики, то вот во всех остальных городах и весях это может стать реальной проблемой. Но с другой стороны, готовятся эти самые савоярди крайне просто и быстро. Поэтому пройдем на рабочее место, все расскажу и покажу. Хотя подождите. Когда я сутки напролет сижу за компьютером, монтируя очередной выпуск кулинарной пропаганды, и голова уже не варит, лучший способ разгрузить мозги – это посмотреть какое-нибудь отвязное шоу. Я знаю, что многие мои подписчики уже смотрят этот канал. Однако всем остальным советую. Подпишитесь на канал самых обезбашенных парней. Лучше увидите их сумасшедшие видео самому, чем услышать от друзей. И также, кстати, им можно предложить челлендж для выполнения. Скучать явно не придется. А вот теперь пройдем на рабочее место и приступим. Итак, савоярди или савойское печенье было придумано, по крайней мере, как утверждают доступные мне источники, еще в конце 15 века, предводя герцогам савойских. Представляет оно из себя обычный бисквит, разве что пересушенный и поэтому очень такой воздушный и хрустящий. Для приготовления понадобится 3 куриных яйца, 100 граммов сахарной пудры. Я готовлю ее из сахара, вы можете для этого воспользоваться кофемолкой. И 75 граммов пшеничной муки высшего сорта. Чтобы белки легко взбивались, они должны быть хорошо охлаждены. И яйца нужны свежие, это очень важно. Старательно отделю желтки. Избегайте попадания желтков в белки, иначе замучаетесь потом в пену все взбивать. Кстати, я не упомянул, но и сегодняшний рецепт Савоярди – это версия поваров одной из самых известных в мире кулинарных школ французской Le Cordon Bleu. Взбивать можно и ручным венчиком, и миксером. Я воспользуюсь своим комбайном. Пока не появилась пена, скорость нужна самая низкая, иначе могут ваши белки стать жидкими. Потом уже можно будет скорость увеличить. Пока белки взбиваются, я отдельно немного взобью желтки. Начинаю понемногу добавлять в пудру. Торопиться тут не надо. Желтки не надо пытаться взбить в крепкую пену. Да это и не получится. Достаточно получить вот такой вот светло-желтый цвет. Смотрите, белки уже дошли до такой вот консистенции. Начну добавлять сюда вторую половину порции пудры, и пусть дальше взбивается. Тоже по чуть-чуть, буквально по ложке. Белки надо взбивать до блеска. И, кстати, пора включить духовку. Пусть нагревается до 180 градусов. Включу верхний и нижний нагрев. Пока я вот расхаживал, и белки взбились. Вот, смотрите, что значит твердые пики. Тяну, пики вытягиваются и не оседают. А сейчас надо потихоньку добавить взбитые желтки и аккуратно перемешивать все лопаткой. И вот на этом этапе не стоит смешивать все миксером. Иначе белки могут осесть. Смотрите, я очень легкими движениями сверху вниз размешиваю все, стараясь не осадить белковую пену. А сейчас самое время для добавления понемногу просеянной муки. Я не добавляю сразу всю. Опять же, из-за опасений осадить эту воздушную смесь. Вот так, такими же легкими движениями сверху вниз я все перемешиваю. Добавляю оставшуюся. И смешиваю. Торопиться не надо. Ну и затягивать процесс тоже никакого смысла нет. Вот так. Отлично. Для осаживания теста на противень воспользуюсь кондитерским мешком. Если у вас под рукой мешка нет, можно сделать его из полиэтиленового пакета, отрезав уголок. Диаметр кончика мешка для этих печеней нужен сантиметра полтора-два. Теста из трех яиц у меня хватит примерно на два противня. Выпекать надо будет по очереди. Перед посадкой в печь надо посыпать либо мелким сахаром, либо сахарной пудрой. Вот, собственно, и вся подготовка. Убираю все в печь. Ставлю в печь и закрываю духовку. Через 10 минут можно будет доставать готовую партию и убирать в духовку вторую. Только это у меня 10 минут, а вы смотрите по состоянию своего печенья. Духовки все разные, пекут по-разному. Вот такое печенье получается в результате. Очень воздушная, очень нежная, буквально застывшая пена. Да, пальчики, которые предоставила дама в качестве примера, похожие. Это пальчики робинсовской женщины. Но, на мой взгляд, на самом деле, это печенье называется дамскими пальчиками не потому, что она имеет форму отдаленно, похожую на пальчики, а потому, что оно очень нежное, тонкое. Я думаю, это аллюзия к нежному прикосновению аккуратных женских пальчиков. Смотрите, какое хрупкое. Сразу после выпечки я положил это печенье остывать на решетку духовки. А остывшее уберу в плотно закрытую посудину. Хранить ее нужно именно в плотно закрытой посуде, потому что это печенье очень быстро набирает влагу из воздуха. И вместо вот такого легкого, с легкой хрустящей такой курочкой, оно становится очень мягкое. Ну и на мой вкус никакое, хотя вы можете со мной, конечно, не согласиться. Как видите, ничего сложного. Попробуйте, вам понравится. Вот и все на сегодня. Новые зрители, не забудьте подписаться, чтобы не пропустить новые видео. Ролики на канале выходят дважды в неделю. Спасибо всем вам, кто делится выпусками кулинарной пропаганды с друзьями. Это помогает каналу расти и нас становится больше. Спасибо за компанию. Всем пока.